всем привет сегодня подошел концу тыквенный марафон в одну неделю я сняла 6 замечательных рецептов в состав который входит тыква я оставлю ссылки под этим видео заходите смотрите а сегодня будет видео разговорного плана и завершающий рецепт это будет жареные тыквенные семечки на сковородке вы скажете что из-за банальщины и так далее но я знаю многих что когда разрезают тыкву выбирать внутренности вместе с семенами и выбрасывает или отдают скоту а выбрать семечки не составляет вообще никакого труда их нужно очистить от налипшей мякоти ополоснуть высушить и пожарить вот этим мы сейчас с вами и займемся сначала очень хорошо нагреваем сковородку и высыпаем семечки семечки у меня чистые высушенные семечки насыпаем небольшим слоем буквально в один слой нужно стараться насыпать чтобы они равномерно прожаривались чем больше здесь примерно 80 грамм семечек это я выбрала вот примерно вот такой тыквы было чуть побольше жар стоит у меня на семерке и деревянной лопаткой периодически помешиваю чтобы не пригорели вообще тыквенные семечки полезны от расстройства жизни прямом смысле этого слова в общем если у вас депрессия ешьте тыквенные семечки между прочим вот входящий в него и л-триптофан это такая аминокислота вот она как раз таки и помогает нам пережить депрессии а еще хорошо тыквенные семечки употреблять на ночь глядя пощелкать и у вас не будет бессонницы очень хорошо для тех у кого она есть еще я знаю что не знаю кто мучился или нет вот у кого токсикоз они очень хорошо снимают тошноту тыквенные семечки но нужно не забывать что к ним очень быстро привыкаешь это знаете как говорят такая зараза пока не закончится не успокоишься это собственно говоря относится не только к тыквенным семечкам но их семена подсолнечника в общем нужно не забывать что они конечно калорийные а так все знают что они полезные вкусные их не просто можно посидеть пощелкать посмотреть фильм или почитать книжку ну и почистить добавлять выпечку а еще в нашем далеком детстве считалось что если ты ешь там с периодичностью там по 5 по 10 тыквенных семечек но они должны быть сырые то у тебя никогда не будет гельминтов еще такой сейчас наступает момент а вот они начинают уже потихоньку приобретать золотистый цвет и сейчас они начнут трескаться то есть вот эта скорлупка будет трескаться и вот в этот момент нужно следить очень внимательно и чтобы они не пережарились еще хотела сказать если вы любите соленые семечки тыквенные то перед тем как их жарить замочите на там минут 20 их в соленые в крутом соленом растворе и тогда уже на горячую сковородку выкладывать и жарьте тогда они будут у вас подсоленные ну получается как семечки покупные как от мартина допустим а между прочим в москве семечки от по-моему там 100 граммовый пакетик стоит 90 рублей тыквенных семечек вот видите они сейчас начинают щелкать раскрывается кожурка и вот сейчас они начинают как раз поджариваться тыквенные семечки без жарки никогда нельзя накрывать крышкой потому что они будут создавать внутри влагу и вы будут очень невкусные только при открытой сковородке жарятся когда они уже прям массово начинают щелкать обязательно убирайте жар вот у меня стоял на семерке сейчас я выставила на на тройку и сейчас через полминутки поставлю на двойку жар это вот тот момент когда опасно их пережарить лучше их чуть-чуть не дожарить и они дойдут у вас чем их пережарить а перри жариваются тыквенные семечки просто моментально иногда конечно доставайте и пробуйте обязательно нужно пробовать а так не поймешь пожарились они или нет смотрите какое красивое зерно все семечки у меня готовы убираем с огня обязательно их высыпаем из сковородки в сковородке не оставляем потому что она горячие семечки могут в ней пережариться и накрываем полотенцем еще оставляем на минут десять и будет характерно такое потрескивание семечек это значит семена еще доходят дорогие мои я вам желаю приятного аппетита с удовольствием щелкайте семечки но берегите зубки заходите ко мне на канал подписывайтесь всем пока а